Это программа «Игра в классике». Программа о людях, которые играют в игры, а об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. Российский зритель наконец смог увидеть ленту Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Она пробилась на экраны, пусть и в полусекретной атмосфере, даже после запрета Минкульта, объявившего, что, мол, лента Нолана не соответствует традиционным ценностям. Что там такого увидели цензоры, неизвестно. Также неизвестно, как традиционным ценностям соответствует весь тот мусор и шлак, которыми забиты кино и телеэкраны. Но все эти ток-шоу, где любовницы покойных актеров делят наследство, трэш-зарисовки в духе «Беременна в 16» или «Я богиня» – все это, конечно, к несчастью, весьма традиционно для России, но ценности никакой не несет. А «Оппенгеймер», особенно на данном фоне, российского зрителя, ну чего уж скрывать, приманил. В мировом же прокате лента Нолана стала, на секундочку, самой кассовой кинобиографией в истории. Значит ли это, что она так хороша? Ну и справедливо ли утверждение, что Кристофер Нолан, возможно, главный режиссер современности? Ну вот все данные определения, дефиниции, они характеризуют скорее не режиссера и не фильм, а весь современный кинематограф. Чего уж скрывать, испытывающий катастрофический кризис жанра. Это тот самый случай, когда на безрыбье рак рыба. Особенно если рак этот крупный, аппетитный и хитиновый покров его чуть лакирован. Вообще Нолану об этом надо сказать, свойственно, когда форма доминирует над содержанием. При этом коронный прием Нолана это разрыв времени. И вот собственно режиссер работает как раз таки в образовавшихся пустотах. Он как бы пытается уловить мгновение, чтобы зритель, как тот Фауст, воскликнул. Остановись мгновение, ты прекрасна. Отсюда, собственно, опять же, нелинейность повествования, нелинейность времени. Получается, на мой взгляд, не всегда убедительно, но те фильмы, у которых была мощная изначальная база, те фильмы от Нолана хороши. Ну, так, например, было с шикарной трилогией о Бэтмене. В случае Оппенгеймера режиссеру действительно достался фундаментальный материал. Биографию Роберта Оппенгеймера, ученого, биографию, достойную Пуллицеровской премии, а заглавленную как «Триумф и трагедия американского Прометея», хотя бы я бы заменил в названии Прометея на Абадона, авторы Мартин Шервин и Кай Бёрд писали целых 25 лет. Они, собственно, вместе с Ноланом и создавали сценарий этого фильма. В нем три основных линии, три пласта, если угодно. Итак, первая – это, собственно, личность и ее становление самого Оппенгеймера. Пласт второй – это создание ядерной бомбы. И пласт третий – конфликт ученого и государства. Конфликт, инициированный по сюжету Льюисом Штраусом, который тогда претендовал на пост министра торговли. Ну и, соответственно, там затаил обиду на Оппенгеймера. Антагониста главного героя, собственно, сыграл Роберт Дауни-младший. И приятно смотреть, как актер наслаждается настоящим кино, вырвавшись вот из этой каббалы Марвел. Нолан не стал вообще, это тоже нужно отметить, Нолан не стал расходовать гигантский бюджет на компьютерную графику, на спецэффекты, а вложился в актеров. Это почти театральное кино, построенное на хорошо прописанных диалогах, достойной актерской игре и потусторонних глазах ирландца Киллиана Мерфи, который, собственно, исполнил главную роль – сыграл Оппенгеймера. Есть тут, помимо Мерфи, например, отличная актерская работа Мэтта Дэймона. Он сыграл полковника, ожидающего звания генерала. В этой ленте появился даже ненадолго, там, на 3-4 минуты, даже великий Гэри Олдман. Он сыграл президента Трумэна, причем такого, знаете, похожего на Дракулу, который стал человеком, отказался от своего вампирского прошлого, но кровь и бургеры есть не перестал. Хуже, конечно, в этом фильме с женскими образами. И вот они, они тут скорее декорации в мире мужчин, решающих, как этот мир разрушить. Причем так, чтобы не испачкать руки, а если уже испачкал, то как не заметить эту кровь. Вот на самом деле все, все в ленте Нолана подчинено одной главной мысли, одной доминирующей идеи. Это необходимость создать канонический образ Роберта Оппенгеймера. Ну вот смотрите, например, речь идет о личности Оппенгеймера, да? Да, показано, как, будучи студентом, он подсунул преподавателю, наругавшему его, яблоко, отравленное цианистым калием. И понятно, что яблоко тут, как бы, такой символ, символический плод знаний, несущий смерть и характеристика самого Оппенгеймера. Но ведь до конца-то не раскрыта эта мысль, что Оппенгеймер человек неуравновешенный, вспыльчивый и во многом избыточный. И, например, если Нолан показывает страсть Роберта к чужим женам, то, опять же, штрих пунктирует. То же самое касается и создания ядерной бомбы. Ну вот это, пожалуй, наиболее интересная линия в фильме, пусть она такая достаточно поэтизированная, но смотрится симпатично. То есть для вот этих разработок, для испытаний в пустыне строится целый городок. Лос-Аламос, 4 тысячи там жителей. И вот, значит, это такая маскировочная... Представьте, маскировочный городок для манхэттенского проекта. И вот управляют им как раз-таки вот этот полковник в исполнении Дэймона и Оппенгеймер. Причем очень хорошо показано, как на момент их роли меняются. Когда вот полковник такой решительный, уверенный в себе, вдруг испытывает острый страх. Когда узнает, что ядерная бомба, взрыв ее может расплавить атмосферу. И вот тогда Оппенгеймер, он идет дальше и берет ответственность на себя. Хотя вряд ли можно было показать ядерный взрыв лучше, чем это сделал когда-то Дэвид Линч в замечательной культовой 8 серии 3 сезона Твин Пикс. Вот это шедевр так шедевр. Я, кстати, напомню, тоже есть параллели, что по сюжету в Твин Пиксе я имею в виду, как раз-таки зло по имени Джуди, как бы портал открылся. И вот это зло появилось в нашем мире после испытания ядерной бомбы. В Оппенгеймере тоже есть нечто похожее. И с той разницей, что зло там называется цепной реакцией. Вот об этой цепной реакции, о страхе ее, Роберт беседует с Альбертом Эйнштейном. Тот появляется в фильме, и Нолан показывает его кем-то средним между пророком и таким, знаете, добрым дедушкой. И вот, собственно, зло, именно зло, чистое зло, разрушение наваливается на Хиросиму и Нагасаки. И вот тут начинается уже новый виток судьбы Оппенгеймера. Он начинает чувствовать вину, ответственность за произошедшее. Он видит такие странные галлюцинации апокалипсические, постъядерного мира, да, и чувствует кровь на своих руках. О чем он, кстати, говорит президенту Трумэну, а тот возмущается и говорит, все, больше не пускайте сюда этого плаксу. Такое хорошее правительственное высказывание. Однако вот фокус-то в чем? Что подлинный ужас, понимаете, подлинный ужас ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки Кристофер Нолан, он не показывает. Он как бы делает это впроброс, не акцентируясь на трагедии других. А почему? Да потому что в этой ленте должен быть только один мученик, грубо говоря, один пророк. Это, собственно, Роберт Оппенгеймер. Для чего это делается? А вот сейчас я объясню. Смотрите, в истории Советского Союза были два пика, две вершины. Это 9 мая 1945 года и 12 апреля 1961 года. Эти две вершины Советского Союза вполне могут претендовать на вершины всего человечества. Что делает США? Они приватизируют нашу победу над нацизмом, а покорению космоса противопоставляют созданию ядерной бомбы. То есть в Голливуде и, соответственно, в Вашингтоне, в Белом доме, в ЦРУ и так далее, понимают, что на одной этой повестке чернокожий гей, трансгендер и лесбиянки далеко не уедешь. Нужно что-то настоящее, что-то из прошлого, некая точка сборки. И тут заходит речь о наследии. Это важное понятие, наследие. И вот Роберт Оппенгеймер как раз-таки часть и очень весомая часть большого американского мифа. Вот этой самой великой американской мечты. Оттого Оппенгеймер, и это делает Нолан, он буквально должен быть высечен в мраморе. Ну вот как эти эпические скулы Киллиана Мёрфи. Вот на самом деле остается лишь восхищаться тем, как американцы относятся к своей истории, к своему наследию. Теперь сравните, что называется, с нашими историческими фильмами. Ну а остальное в ленте Нолана, это, соответственно, уже важное, но дополнение. Ну, например, противостояние мысли, с большой буквы, и государства. То есть, кому должен служить настоящий ученый? Собственной стране или науке, а значит и всему миру. Опять же, Нолан показывает некий баланс. То есть, предатель, который передал ядерные секреты Союза, он найден. Но в реальной этой жизни все было сложнее. И многие ученые, если не большинство, они понимали, какую реальную угрозу ядерная бомба представляет для всего мира. Потому они старались соблюсти вот этот баланс. А власти, политики, они наоборот хотели только подчинять, уничтожать, доминировать любой ценой. Этот конфликт, опять же, Ноланам не разит в фильме, но он был. Вообще, конечно, еще раз поражаюсь тому, что наш Минкульт увидел в этой ленте, потому что это довольно антиамериканское кино. Конечно, не такое, как выстрелы в Далласе от Оливера Стоуна, но это антиамериканское, антиправительственное кино, которое, по сути, являет нам гениального ученого, я бы так сказал, гениального ученого-художником, который не вписывается ни в человеческий, ни в государственный мир. А почему? Да потому что Роберт Оппенгеймер, он часть идеалистического мира, того нового света, где реализовывалась американская мечта, подлинная американская мечта. И вот этот новый свет, по сути, вытесняется реальной Америкой. Америкой Трумана, а потом уже, соответственно, Эйзенхауэра и так далее, и так далее. И до нынешних дней. И вот суд над Оппенгеймером, который хорошо показан в ленте, это ведь не только козни этого Штрауса, не только борьба с коммунистами, это столкновение мировоззрений, концепции бытия, если угодно, простите меня за этот пафос. И вот тут высшая идея, она вступает в конфликт с приземленностью власти. И художник оказывается перед лицом этой власти, чтобы, несмотря на свое величие, в конечном счете, быть низвергнутым на самое дно. Мещанская, банальная, пошлая побеждает, что мы наблюдаем сегодня. Вот немножко поэзии еще позволю. 21 килотонна, именно столько была мощность взрыва, бомбы толстяк, которую сбросили на Нагасаки. Ну, есть еще одна красивая цифра, 21 грамм. По разным учениям, верованиям, именно столько весит человеческая душа. Вот смотрите, 21 килотонна и 21 грамм. То есть смерть оказывается намного-намного тяжелее жизни. И власть буквально погребает под собой человека и человечество. Ведь что удивительно, почему Оппенгеймер так важен. Ведь именно сегодня, по сути, мы это и наблюдаем. Именно сегодня, когда мир, ну, чего уж скрывать, оказался накануне ядерной войны. То есть все то, чего так желал и чего так боялся Оппенгеймер, оно совсем близко. Вот Кристофер Нолан сделал действительно неплохой, а главное, своевременный фильм. Не столько о Роберте Оппенгеймере, сколько о человечестве, которое цепенело. Цепенело одновременно и от желания, и от страха смерти. То есть страх рождает это желание. А то, в свою очередь, заставляет человека и человечество двигаться навстречу смерти. Двигаться, чтобы преодолеть мысль о конечности бытия, к которой мы все приблизились. И вот действительно, именно Роберт Оппенгеймер в 40-х годах прошлого века стал проводником в этот конечный мир. Мир, плененный сладострастием, величием и ужасом смерти. Это была программа «Игра в классики». Меня все еще зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, мира, терпения, любви. Читайте хорошие книги, смотрите хорошее кино.